Наполеон Бонапарт «Люди в желтых шапках, со звездами Давида, в желтых на руках». Кто этот? Еврей. Наполеон на месте освобождает евреев от унижающих их законов, открывает ворота Гетта. 20 апреля 1799 года. Наполеон под стенами осажденного Ако призывает к созданию еврейского государства. Вроде бы все однозначно, но в реальности все было сложнее. Несмотря на желание уравнять евреев в правах, это было сделано только частично, не единовременно и не повсеместно. И еще. Мы находим, что многие лидеры еврейского народа не поддержали Наполеона. Сначала в Европе, а затем в России. Так, например, не поддержал Наполеона и даже призывал всячески содействовать российской армии основателя движения Хаббат Рапшнер Залман Зляд. Почему? Что видел Альтер Ребе в Наполеоне? Вряд ли он был большим поклонником царя Александра I и вообще русской монархии, всегда страдавшей иудофобией. Если победит Бонапарт, евреи станут богаче, но сердца их отдалятся от Бога. Так сказал сам Альтер Ребе. А как же свобода? Свобода без рамок законов Торы, который стремился стереть Наполеон, возможно, даже из самых лучших побуждений, смертельно для евреев. С другой стороны, нашлись раввины, которые поддержали Наполеона. Их позиция не ясна. Возможно, они считали, что хорошее начинание Бонапарта облегчат положение евреев. Еще один интересный факт. Ребхайм Воложнер, отец-основатель Ишевод в их современном виде, был в этой войне нейтрален. Если дать евреям Тору, считал Ребхайм, не важно, кто победит. Русский лицарь-угнетатель или несущий свободу Наполеон. «Ибо у евреев есть свой царь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова